Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по мировому ВВП в докладе о перспективах экономики планеты, опубликованном в среду. Вместо предрекаемых в апреле минус 3% аналитики МВФ анонсировали минус 4,9%, отметив, что пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на деловую активность, чем предполагалось. По сравнению с нашим апрельским прогнозом, мы теперь предрекаем более глубокую рецессию в 2020 году и более медленное восстановление в 2021. Теперь МВФ прогнозирует рост мировой экономики в будущем году на 5,4%, вместо ранее ожидаемых 5,8%. По мере выхода стран из карантина рост происходит неравномерно. С одной стороны, неудовлетворенный спрос ведет к резкому росту потребления в некоторых секторах, таких как розничная торговля. С другой стороны, секторы связаны с более близким физическим контактом, как, например, гостиничный бизнес и туризм никак не могут оправиться. Для еврозоны МВФ прогнозирует в текущем году падение на 2,7 пункта до минус 10,2%, а в будущем году рост на 6%. Пересмотрел МВФ свои апрельские прогнозы для России. По его версии, ВВП страны ждет в этом году снижение не на 5,5%, а на 6,6%. Между тем, глава российского Центробанка Эльвира Набиулина заявила во вторник, что потери экономики России от коронавируса будут меньше, чем в других странах.